всем привет и не опять основа посылка снова алиэкспресс снова китайская китайская вещь буду буду надеяться что вещь значит это вот так упаковано лет светильник умный дом ну дом умный светильник тоже должен быть умным от производителя санов прошлых видео я вам то наверное обозрел уже все их реле умные ссылки будут на эти все видео переходите наверное сделаю отдельный плейлист по этой теме потому что производят все больше и больше они устройств скорее всего конкурируют сяоми потому что я смотрю что качество хорошие и ну полезные полезные вещи делают цена соответственно дешевле поэтому я считаю их уже ну как бы прямым конкурентом могу я вам это заявить так вот так все пришло коробка такая ну хороший картон тугой но видите все равно как бы немного придавлен был вот так все просто в пакетике без всякого пафоса а даже положили коннектор ну молодцы не надо бежать в магазин будет у кого их нету значит это светильник вот его вся информация смарт хоум лет модель бен си с z01 значит вход входящие 160 265 вольт 20 ватт заявлено температура 40 градусов максималка наверно 60 градусов но вот какие-то такие вот есть характеристики алюминиевая подложка распаяны светодиоды как вы видите имеется сейчас проверим на работоспособность сразу все это дело потом вскрою и покажу вам внутренности ну а там что там что драйвер попросту говоря и вай фай модуль вай фай модуль в общем то примерно та же начинка что и в релюшках я так понимаю просто идет драйвер на у на вот питание вот этой вот светодиодной светодиодного самого светильника значит перед тем как проверить все это дело чтобы вы примерно себе уже представляли в голове к чему это все дело вот это вот и куда можно приспособить сразу что пришло в голову без всякой фантазии вот такой вот из дешевых вообще из дешевых у нас в эпицентрах гипермаркетах строительных это все сейчас дело продается вот такой светильник подойдет ну наверное лучше всего да и по размеру я смотрю да есть тарелки такие большего размера есть меньшего есть треугольная просто кстати имеются магниты неодимовые вот мощные хорошие магнитные вставочки и можно крепить светильник без участия каких-то саморезов или дополнительных креплений на магнитах вот на магнитных этих неодимовые магниты маленькие но вот мощно держаться все это дело должно вынимаем патрон под лампу и монтируем сюда этот светильник смотрите вообще отличный классный вариант так дальше покажу примерно поняли ну а там уже все зависит от вашей фантазии в общем-то смотрите его можно и в каких-то местах размещать и без корпуса ну я не знаю коридор может какие-то технические там помещения где у вас имеется вай фай можно его размещать и вполне прилично он будет смотреться и даже вот в полуфабрикатном таком состоянии данным светильником можно управлять программировать настраивать его из приложения эволинк знакомое вам приложение которому я подвязывал уже то все мои реле которые я обозревал все они у меня находятся в этом вот смотрите приложение приложение еще раз повторюсь удобная классная приходят обновления часто обновляется что-то добавляется улучшается значит вот те что сейчас в сети в работе стоят релюшки они вот выключенном состоянии черные то есть контрастные те которые отключены просто они есть в памяти приложения при подключении они появляются появляются и можно тут же уже не дни не перенастраивать а ими управлять так все устройства что включаем запускаем включаем в сеть включил сразу все через ваттметр светильник так раз и мигает светодиод светодиод красный индикатор и ищем в сети плюс добавить устройство все все здесь есть именно вся инструкция по подключению все присутствует нажмите удерживайте кнопку на устройстве в течение 5 секунд для включения режима подключения а вот и нифига никакой кнопки здесь нету процесс подключения данного светильника выглядит чуть чуть по другому чем отличается подключение метода подключения тех релюшек которые я вам показывал я его уже подключил видели вы первый раз включение идет светодиод стоит как бы в дежурном режиме мигает такими вот видели вы с такой с какой паузой после этого нужно четыре раза включить выключить светильник из сети включить выключить выключить так четыре раза и в последний раз включить его всеть светодиод начнет три раза быстро мигать с паузой вы выйдет увидите это уже светильник установился в режим поиска то есть регистрации в сети и после этого вы нажимаете плюс добавляете устройство и больше ничего там не то есть подтверждаете пароль свой вайфая и устройство находится и после этого светодиод горит вот в положении уже зарегистрировавшегося устройство значит вот мое устройство не присвоил я еще и еще его и ему имени и включаем сразу скажу первое впечатление очень ярко классно светит несмотря еще на ваттметр я могу примерно сказать что наверное ватт ну где-то ватт 14 давайте нет 17 17 6 около 18 ватт грубо говоря может немного нагрев произойдет мощность упадет но я думаю не критически вот около 18 ватт хотя на коробке написано 24 но скорее всего коробка идет универсальная может еще там в проекте какие-то светильники есть на сайте 20 ватт но в реальности видите 18 опять же включаем выключаем задаем таймеры задаем сценарии все на свете в то есть все полностью как и с предыдущими реле все удобно все классно различные вот версии обновления приходят как я вам говорил можно включить данный данный вариант светильника не помню я как есть вариант поставить переключатель наверное в положении оставаться и можно управлять данным светильником просто обычным выключателем настенным но это нужно уже по по установке будет пробовать нужно будет но такой вариант сто процентов имеется поэтому как я уже сказал вы можете управлять и со смартфона светильником и обычным режимом выключателя настенным кстати вот тот самый вариант питание на выключатель вкл и вот включаем работает светильник выключаем выключенном состоянии подаем питание светильник включается ну и опять же из любой точки мира где находится где есть интернет и вы с мобильным телефоном с приложением его link вы можете просматривать статус устройства также управлять им видите в данном случае темный выключенный вы вы видите что светильник выключены им никто не пользуется можете включить даже если дома никого нету тем самым вы имитируете свое присутствие в доме давайте посмотрим что внутри чтоб снять переднее защитное стекло пластиковые нужно с этой стороны открутить три самореза и два вот еще тоже самореза которые тоже держат здесь что тоже неплохо прижимают кабель случае каких-то движений чтоб кабель был прижат и не выдернулся вместе с платой вот сам наш светильник в данном случае стекло видите служит и и рассеивателем рассеивателем света в общем-то с ним светодиоды светят не точечно а рассеяно и очень хороший рассеянный свет получается кстати вот эти ножки магнитные снимаются в случае если они вам нет не понадобились для крепления светильника их можно снять или даже может мешают вам их можно тоже демонтировать кому интересно приближу из чего состоит плата управления как я уже говорил все находится на алюминиевой подложке также эта подложка служит охлаждением для светодиодов ну и нет плата на ней сидит через через двухсторонний скотч приклеена так семь с половиной минут и светильник в корпусе все быстро все классно сейчас поставим стекло посмотрим как будет просвечивать через вот это вот матовое стекло одного из дешевых светильников так готово видно красный глаз светит и включаем ну я считаю классно сразу ассоциация с каким-то вот коридорным светильником коридорным или же ну на не на небольшую комнату на небольшую комнату я думаю на спальню пойдет читать конечно под этим светом не будешь если этот светильник будет на потолке висеть ну а так ну вариант неплохой значит еще тут идея возникла в таком вот варианте размещения светильника в этом корпусе я думаю можно его использовать даже будет лучше для него использовать без вот этого вот верхнего защитного стекла в данном варианте думаю даже долговечнее будет работа светодиодов да и платы управления потому что охлаждение будет намного лучше чтобы не затягивать видео не буду вам показывать плата со светодиодами именно модуль и сама плата управления греются где-то ну до приличной температуры около 60 с лишним градусов поэтому лишнее охлаждение им не помешает вот смотрите стекло служит нам рассеивателем ну и вполне вполне прилично так таком варианте тоже светит светильник ну и самый наверное неплохой вариант как бы бюджетный вариант использовать светильник без всяких вот в общем-то доработок можно вот в таком корпусе но опять же повторюсь что закрытом полностью закрытом корпусе использовать нежелательно это конечно уже на ваше усмотрение хозяин барин как говорится но лучше использовать в предыдущем варианте корпуса светильника в полу так сказать в полу закрытом ну вот в данном варианте светильник вообще можно использовать без всякого крепления называется как тут и был смотрите и в общем-то он держится держится без всяких вопросов но опять же светильник полностью закрытый светильник полностью закрытый и там будет сумасшедшая температура поэтому смотреть вам вариантов много решать вам ссылку оставляю на светильник переходите приобретайте приобретайте с кэшбэком покупаете что-то в интернете и думаете как сэкономить начни возвращать часть денег с покупок в онлайне зарегистрируйся в кэшбэк сервисе и пиан пользоваться сервисом очень просто достаточно выбрать нужный магазин на сайте ipn.bz и совершать покупки как обычно кэшбэк будет начислен автоматически вывести кэшбэк можно сразу после получения товара выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах регистрируйся в кэшбэк-сервисе ipn и будь счастлив ссылку на кэшбэк тоже оставляю в описании к видео в комментариях всем удачи и до следующих видео а